Приветствую вас и хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые мне кажутся важны. Первый момент это то, что у вас, вот лично у вас не совсем благоприятная семья, так на крайнем мире вы сказали. И у вас есть потребность мужчины. Это потребность ласки, заботы и тепли. Вы об этом в принципе пишите сами. Значит, если это так, но как мужчина, человек, с которым вы живете, вас не устраивает, то вы с ним, потому что вам нужна эта самая ласка, любовь и теплая забота. То есть по сути вы нуждают вновь, как в родителях. Вот как в родителях, но при этом как мужчина вы пытаетесь его изменить, пытаетесь его построить по своему образу и подобию. То есть по образу того, что вы представляете себе правду. Это означает, что как мужчина, вы его не принимаете целиком и полностью. А без этого, естественно, у вас не возможны нормальные отношения. Потому что любить человека, это означает принимать его таким, как он есть и не стараться его менять. Вот это основная проблема. С одной стороны, вам нужны сласка, теплая забота. С другой стороны, вы нуждаетесь в том, чтобы вас вели. То есть вы не хотите быть ведущим партнером в отношении, хотите быть ведомым. А ведомым быть у вас не получается. То есть мало того, что у вас есть потребность в мужчине и вы от этой потребности зависите, вы еще находитесь не в своем положении, не в своей позиции в отношении, не в той позиции, в которой вам бы иначально хотелось быть. И думаю, что здесь многое связано именно с тем, что в вашей семье вам не хватало любви. Ну, вы об этом опять-таки сами пишете. То есть здесь нет каких-то предположений. Это точно есть в вашем письме. Соответственно, что делать? Это удовлетворить вашу потребность в любви и ласке и заботе. И понять, что эта потребность, потребность в родительской опеке, она как бы не может быть удовлетворена, удовлетворена, не нося ущерба отношениям лично мужчины. В данном случае и вам нужно либо оставить у себя в жизни в качестве такого вот друга-насамника, на которого вы можете опереть, а самостоятельно жить дальше и искать того, кого бы вы приняли таким, как он есть. Либо, ну, принять мужчину со всем его недостатком и просто любить его таким, как он есть. То есть выбор здесь у вас только два. Следующее, о чем хочется сказать, то, что вы по отношению к мужчине выступаете отчасти как взрослый к ребенку. Но при этом этим взрослым вы быть не хотите, хотите быть, наверное, сам в большей степени ребенком, потому что в детстве вы быть взрослым в большей степени, чем ребенком. И вы чувствуете, что в отношении со своим молодым человеком вы как бы повторяете вот этот путь, что вы хотите быть ребенком, но при этом вам приходится быть взрослым в жизни на своем месте. Ну и, соответственно, что здесь можно сделать? Либо вы опускаете до уровня мужчины, то есть он ведет себя как взрослый, что уж на глазах он ребенка. Ну и вы опускаете до его уровня, то есть перестаете тянуть его за собой, потому что ему это определенно не нужно. То есть что-то он у вас берет, но в целом все остается как и было. Либо вы остаетесь за своем уровне и просто делитесь с ним тем, что у вас есть, и стараясь опять-таки его изменить. Правда, если человек не хочет менять, то он никак не застает это дело. Ну и, собственно, отдельным пунктом идет ваша целевая направленность отношений. То есть для чего вы хотите семью? Вот вы говорили, что в восемнадцать лет вы хотите, вы хотели семью, чтобы все не было как у ваших родителей, чтобы все было по-другому. Такое впечатление, что вы свое поведение, свою жизненную линию, стратегию выстраиваете именно на основе противоводства с родителями. На попытках доказать им, что вы не такая, как она. Или доказать себе, что вы не такая, как они. И вот вы ведете свою борьбу с ними через мужчину. Ну, а правда заключается в том, что бороться с родителями не нужно. Вот никак не нужно с ними бороться. Родители ваши, люди, своего времени, своих обстоятельств. И они по-своему несчастны. Их нужно понять. Их нужно пожалеть. А для себя один раз уяснить, что в их поведении приемлется, а что нет. И вот то, что не приемлется, не совершает. Но, опять-таки, неприемлемые элементы поведения, они строятся не на том, чтобы просто вот, и в принципе, я не буду так делать, да, я не буду так поступать, потому что так поступает моя родительница. Это неправильно. Если вы, вот, исходя из ваших ценностей, не приемлете такого поведения, то так не нужно поступать. А если вам кажется, что вы правильно поступаете, но это, не менее, поведение родится, то не нужно идти против себя. Нужно делать то, что вам кажется правильным. То есть, в большей степени, доверять своим переживатам. Доверять своим ощущениям. Это необходимо для того, чтобы жить так, как вы хотите, а не так, как того требуют ваши потребности, ваши нужды, которые всегда социальны, которые всегда связаны с другими людьми. Если вы не будете доверять своей машине, то у вас не получится построить счастливую жизнь. Вот, примерно так можно описать вашу ситуацию. Примерно так вам нужно поступать, чтобы найти выход из этой базы. Друзья, я вам предлагаю, в принципе, вариант. Варианты, они по-своему разные. У каждого из них есть свой минус, свой плюс, это, в принципе, нормально. А выбрать нужно вам, в каком направлении двигаться. Если понадобится помощь, обращайтесь, помогу вам. Если ответ понравился, делайте его, пожалуйста, лучшим. Буду вам благодарен. Ура! Есть. П reporters, у меня есть агент링. И есть, спросим. Оydd.